Уважаемые журналисты, как Бахджан Абдерич уже сказал вкратце об основных подходах, то сегодня правительству выработаны новые подходы к разгосостроению экономики и процессу приватизации. В их основу легли принципы Yellow Pages Rule, так называемые «желтые страницы», которые нашли свое отражение в законе, принятом в парламенте о конкуренции нормами в апреле текущего года, которые прямо ограничивают участие государства в предпринимательской деятельности. Как вы знаете, в основном принципу Yellow Pages, который в Казахстане заложен следующей нормой, это отсутствие иной возможности обеспечения национальной безопасности, обороноспособности государства и защиты интересов общества, использование и содержание стратегических обидов, находящихся в государственной собственности, ощущение деятельности в сферах, отнесенных к государственной монополии, в выход государственной сектору, в котором есть хотя бы один конкурент из числа частных бизнес-структур, и если это прямо предусмотрено соответствующими законами Казахстана, указанными главой государства или соответствующими решениями правительства. Учитывая данные принципы, мы считаем, что сегодня у государства есть активы, которые не поддержат отчуждению. Это земля, кроме находящейся в частной собственности, недра, автомобильные дороги общего пользования, водохозяйственные сооружения стратегического назначения и другие объекты. Как было ранее сказано, на сегодняшний день изложенных подходов сформированы специальные приоритетные перечни из 60 наиболее крупных объектов. Это республиканская собственность и классика государственных сектор представлены тремя национальными холдами. Основное количество это фонда национального благосостояния Самарова Казна, холдингов Батеряки и Казаха. Ранее принятый в марте прошлого года перечень объектов приватизации, реализуемых во второй волне, будет дополненными объектами, определенными по результатам анализа на соответствии принципу Yellow Pages. Сегодня у нас подготовлен список кроме 16 и 182 непрофильных активов Самарова Казана. Также продолжается работа совместно с Министерством финансов по республиканской и по коммунальной собственности. Об этом Бахтар Ханч, наверное, доложит попозже. Если брать суммарно, кроме тех объектов, которые были приняты в прошлом году, это 782 объекта, плюс 182 объекта, это будет 964, и 60 приоритетных, это более 124 объектов, которые пойдут на приватизацию. В принципе, можно сегодня говорить о том, что идет вторая волна массовой приватизации. Вопросы передачи в среду, как уже было ранее сказано, это вопросы стандартных путей, это поиска стратегических инвесторов, это вопросы, называемые прямой адресной продажи. Вопросы IPO и SPO, оно рассматривается уже, и мы готовим факты, которые сегодня есть. И остальные компании будут проданы на аукционе, либо, уже как мы говорили, если участвует уже частный инвестор, то есть часть доли государственных активов находится в частном руках, то, так называемые, по праву первой ночи они будут иметь преимущественное право в случае предложения адекватной цены. Относительно торгов по продаже с аукционов, как нам показал наш опыт с прошлого года, многие объекты, которые выставлялись, они доходили следующим образом до снижения цены, поэтому количество будет ограничено тремя торгами. Первые торги будут проходить по английскому методу на повышение цены, а вторые, третьи, по голландскому методу на понижение цены. В случае отсутствия покупателей на такие активы после проведения трех торгов, то объект подлежит либо полной реорганизации, либо ликвидации. Условием передачи компании в конкурентную среду, это может быть единственным условием, будет сохранение профиля деятельности всех реализуемых активов. Соответствующий постпреваниционный контроль будет проводиться в соответствии с теми правилами и нормами, которые существуют у Министерства финансов. Также предлагается обеспечить продажу объектов без дробления, реструктуризации и выделение особых отдельных частей, для того, чтобы в будущем хорошие активы будут проданы, а Мини интересные и привлекательные для инвесторов останутся на балансе государства. Все предложения, связанные с приватизацией и эктосоциальной инфраструктуры, то мы будем использовать различные формы государственного частного партнерства. Как вы знаете, в парламенте находится сегодня и завтра будет первое чтение нового закона государственного частного партнерства. И будут использованы такие формы, как долгосрочная аренда государственного имущества, доверительное управление, сервисные контракты и другие формы, которые предусмотрены в нынешнем законодательстве, и которые будут приняты, надеемся, парламентом и поддержаны. Именно социальной инфраструктурой мы пойдем, в первую очередь, по пути реализации проектов в АПК государственного партнерства. Все эти предложения требуют законодательного оформления. Сегодня правительством подготовлено соответствующий пакет поправок законодательства, который будет вынесен на рассмотрение парламента в рамках реализации плана 100 шагов. Также мы намерены достаточно очень быстро двигаться. На этой неделе будут обсуждены в правительстве все необходимые поправки и дополнения. На следующей неделе в авторинге предполагается все необходимые извинения и дополнения утверждены, будет быть соответствующим заседанием правительства. Далее уже будет она в установленном порядке передана на рассмотрение пожилей из парламента. Относительно формирования справедливой стоимости объекта приватизации. Сегодня балансовая стоимость многих компаний является достаточно высокой, хотя так называемая рыночная цена или маркет-прайс, он находится ниже, и вопросы, связанные правильной оценкой, являются главным условием. И, как сказал Бахджан Абберевич, обеспечение максимальной прозрачности всех процедур проводимых будет являться краевольным камнем. Поэтому для этого от правительства будут привлечены специальные международные инвестиционные банки и специализированные компании для определения справедливой рыночной стоимости продаваемых активов и дальнейшего привлечения инвесторов. Как уже было сказано, также мы приложим все необходимые усилия, чтобы информация об объектах приватизации были максимально открыты, процесс был понятен и прозрачен. И, понятно, либо в режиме онлайн, если будут электронные площадки Министерства финансов, либо ФНБ «Самроказна» и другие национальные холдинги обеспечить максимальный доступ, необходимый для потенциальных инвесторов, для граждан, кто интересуется, независимо по категории инвесторов. Я хочу вам сразу сказать, что, в первую очередь, приватизация нацелена на привлечение наших отечественных инвесторов, но также вопросы, связанные с привлечением иностранных инвесторов, кто захочет участвовать в процессе приватизации в Великобритании, также будут предоставлены все необходимые условия. Далее, если у вас будут вопросы, мы будем готовы ответить. Спасибо.